Но пока политики договариваются вытеснять террористов с сирийской земли, правительственным войскам помогают воздушно-космические силы России. Последние данные об операции огласили в Минобороны. За неделю 510 боевых вылетов. Уничтожено почти 2000 объектов боевиков. О многих, кстати, сообщила сирийская оппозиция. Удары, которые наносят после тщательной проверки со спутников и беспилотников, заставляют террористов бежать. Впрочем, представители Пентагона смотрят на результаты операции через свою призму восприятия. Об этом сегодня тоже говорили на брифинге в Минобороны. Все подробности у Ивана Прозорова. Российские Минобороны за очередной волной обвинений со стороны Запада увидели руку опытного дирижера, который традиционно обвиняет Москву во всех смертных грехах. Как иначе объяснить, что именно сейчас, когда сирийская армия при поддержке российской авиации добивается успехов в провинциях Идлип и Алеппо, зарубежные телеканалы и политики взахлеб начали говорить о бомбардировках мирных жителей. Свежий повод выступления в Ираке полковника Стивена Уоррена. На прямой связи с Пентагоном он заявил, что российские самолеты якобы уничтожили два госпиталя в Алеппо, и тысячи сирийцев остались безжизненно важной медицинской помощи. Правда, деталей не предоставил ни координат, ни времени, ни даже источников этой информации. Когда подобную чушь несут лондонские активисты-правозащитники, это одно. Но когда об этом заявляет представитель Пентагона, который позиционирует себя как военный профессионал, совершенно иная ситуация. Прежде всего, наверное, расстрою полковника Уоррена, он не угадал. Российские самолеты в районе города Алеппо вчера не работали. Ближайшая цель была в более чем 20 километрах от города. А вот над самим Алеппо, заявляют в Минобороны, активно летала авиация так называемой антигиловской коалиции, самолеты и ударные беспилотники. Как и обещали нашим американским партнерам, больше скрывать эту информацию мы не будем. Вчера в 13.55 по московскому времени с территории Турции, кратчайшим курсом прямо на Алеппо, в сирийское небо вошли два штурмяка ВВС США, А-10, и по полной отработали по объектам в городе. Полковник Уоррена почему-то не стал афишировать этот залет в прямом и, кстати, в переносном смысле тоже. Игорь Коношенков добавил, что не будет уподобляться американскому полковнику и голословно обвинять ВВС США. Хотя, по данным Минобороны, американские самолеты уничтожили некие 9 объектов. Были ли в их числе те самые госпитали, еще предстоит выяснить. Сама же ситуация, добавили в оборонном ведомстве, напоминает прошлогодние скандалы, когда американцы разбомбили госпиталь благотворительной организации «Врачи без границ» в афганском Кундузе. Погибли по меньшей мере 30 человек. И ракетный удар тех же ВВС США по позициям иракской армии в провинции Эль-Фалуджа. Первое, что делается, вбрасываются голословные обвинения в наш адрес, чтобы отвести от себя все подозрения. Если так дело и дальше пойдет, то скоро нам придется проводить по два брифинга. Сначала за себя, а потом за этих парней из коалиции, которые считают себя профессионалами. Мы опять слышим старые песни с обвинениями о том, что наша авиация якобы наносит удары не только по террористическим группировкам ИГИЛ. Специально для рафинированных западных экспертов хочу сообщить, что не все террористы в Сирии всегда передвигаются с большими черными флагами и крупными надписями на спине об их принадлежности той или иной террористической группировке. Ради достоверных данных о террористах и их позициях российские военные организовали многоуровневую систему разведки, полученную совместно с партнерами информацию перепроверяют, чтобы исключить риск для мирных жителей. Более того, данными теперь делятся и отряды сирийской оппозиции. Они начинают сотрудничать с официальным Дамаском. По одной из наводок оппозиции был обнаружен и уничтожен командный пункт боевиков в провинции Идлиб, доложили в Минобороны. Для координации действий Россия не раз открыто обращалась и к США, и к европейским странам, чтобы не было спекуляций на тему правильных и неправильных террористов. Но делиться данными коалиция по-прежнему отказывается. Мы еще несколько месяцев назад неоднократно говорили о тенденции, что чем успешнее мы уничтожаем террористов, тем больше нас обвиняют в неизбирательности удара. Хотя если ознакомиться с материалами западных СМИ, то кажется, что в неконтролируемых сирийским правительственным городах живут только представители светской оппозиции и их правозащитники. А вокруг цветет демократия, в кавычках. Но сколько не припудривай, а точнее не прикармливай террористов, оппозиционерам они все равно не станут. Кстати, именно делегация так называемой «умеренной оппозиции», поддерживаемая Западом, тормозит процесс переговоров. Европейские политики кричат об угрозе ужасающего голода, гуманитарной катастрофе в Алеппо. Эксперты задаются вопросом, почему они молчали об этом 4 года, пока боевики развязывали кровавую гражданскую войну. Лишь когда в ситуацию вмешалась Россия, Вашингтон и европейские столицы заговорили не о смещении Башара Асада, а о резолюциях Совбеза ООН и защите мирных граждан. Готовы? Давай! Раз! Два! Вместо тысячи слов реальная помощь. Гуманитарный груз вместе собирали Сирия и Россия. В грузовиках медикаменты, которых здесь остро не хватает. А продукты по воздуху доставляют в провинцию Дейр-Эс-Зор. Уже несколько лет она блокирована боевиками. В Дейр-Эс-Зоре просто катастрофически не хватает продуктов, и люди голодают. Боевики даже пытались перекрыть подачу воды и электричества в этот населенный пункт. Доставить туда гуманитарную помощь можно только по воздуху. Других путей просто не существует. И даже по воздуху опасно. Транспортные Ил-76 сопровождают российские истребители. Так, за последние месяцы только в провинцию Дейр-Эс-Зор Россия при помощи сирийских ВВС отправила по воздуху свыше 200 тонн гуманитарной помощи. Чтобы груз приземлился в нужном месте, сбрасывать его следует строго определенное время. И постоянно существуют угрозы нападения на наш самолет. Ведь мы летим на высоте 4000 метров. И у боевиков есть возможность наступ стрелять. Но ситуация может сильно измениться, если сирийская армия при поддержке российской авиации возьмет под контроль турецко-сирийскую границу на севере страны. Потеряв канал доставки провизии, вооружения и подмоги с территории Турции, боевики вынуждены будут договариваться. Такие перспективы вряд ли устраивают мятежников и их спонсоров. В последнее время из Пентагона мы слышим совет о необходимости менять нашу стратегию в Сирии, чтобы помочь США достичь политического перехода власти. Специально для этих советников напомню, что цель нашей операции в Сирии уничтожения терроризма, прямой и явной угрозы безопасности нашей страны и мира. А все политические вопросы должны решаться только самими сирийцами при международном посредствии. И не в окопах, а за столом переговоров. Других стратегий у нас не было и не будет. Вашингтонские стратегии политических переходов на Ближнем Востоке дали своеобразные плоды. Последние пять лет торжество демократии почему-то сопровождает смерть, нищета и исход беженцев. Эта реальность уже привычна и для Сирии, жители которой из последних сил верят в мирное разрешение конфликта. США, кстати, в своем привычном стиле опровергли вчерашние бомбардировки в Алеппо. Такие информационные атаки, судя по всему, российскому оборонному ведомству предстоит отражать еще не раз. Иван Прозоров, Сергей Шилин, Светлана Баркова и Александр Горностаев. Первый канал.